Продолжение следует... Лирического отступления от себя, потому что лично я сегодня в первый раз выслушаю лекцию, но с лет так 19 я знаю о том, что существует такой вот прекрасный преподаватель в нашем университете от своих друзей. Я училась в политехническом университете, у меня были друзья-историки. А потом и брат был, там же учился, и постоянно звучало, там, разум, плава, бода, капота, капота, какие-то вот такие вот вещи. Я, в общем, не знаю, о ком речь, но знала уже эту фамилию. Вот, то есть вот об этом. И еще, как бы, такое второе, тоже такое лирическое отступление от себя, что когда-то года, наверное, три назад, это получается, мы начали проект документального театра истории Беларуси, вот. И первый спектакль задумывался как спектакль о деревне, о белорусской деревне. Ну, такая была задумка, то есть пойти от архаики, от корней. И, ну, мы решили, что надо отправиться в экспедицию, раз это документальный спектакль, в основном на документальных, там, интервью, на фактах. И, значит, перед тем, как отправиться в Полесскую экспедицию, мы перелопатили, там, кучу материала. Полесский номер архе попал мне в руки, который, ну, практически полностью, вот, я прочла. И опять столкнулась, вот, с фамилией Андрея Юрьевича Бодок, со статьей, вот, о Полессе. И вот эта вот тема сегодня, она будет звучать. Я была, надо сказать, поражена этим фактом, которые, вот, о которых излагалась в статье. И, вот, и когда вот мы выбирали очередного лектора, пришло в голову, почему бы нам не извлечь из такого достаточно закрытого учреждения, известную личность, чтобы люди в свободном вот таком вот доступе, как сегодня, могли выслушать. И я представляю вам еще раз, Андрей Юрьевич Бодок, лекция у нас о Полесе, в Польшуках. Дело в том, что, значит, как бы, суть того, что, о чем может пойти сейчас речь, это о том, как, какие отношения, скажем так, формировались и складывались между властью и народом на Полесье в послевоенные годы. Вот, почему это интересно, потому что, по сути дела, до 1939 года, можно сказать, Полесье, ну, мы берем наши Полесье, не Мозырь, а вот, конкретно, вот здесь Ганцевич, Истолин, Луниевец, скажем так, да, и все, Брест. Вот регион сам по себе очень интересный, если говорить об отношениях именно власти. Дело в том, что в 1939 году, до 1939 года, по сути, этот регион, хоть, да, значит, он жил, как бы, в условиях одного государства, одной государственной модели. То это была первая речь посполитая, да, и весь регион там. Сверху поляки, снизу полешуки, которым все по-барабану живут сами себе. Потом Российская империя, та же песня. Вот, до Варшавы, значит, да, империя по полной программе. Потом вторая речь посполитая, та же самая песня, да. И при этом во всех этих моделях, как бы, да, получалось, что власть и полешуки существовали параллельно. Люди на болоте, вот, то есть сидишь ты на хуторе, хоть засидись ты там, понимаете, да, там, хоть там утони в этом болоте, хоть плавай там, всю рыбу перелови, динамитом. Вот, но дело в том, что, опять же, чему? Потому что вот это вполне устраивало местное население. Меня никто не трогает, я безобидный полешук тоже никого не трогаю. И вот с 1939 года появилось две власти, которые почему-то страстно потребовали взаимности. Вот, то есть это было впервые. Вот, наши, вот, один раз потом, эх, раз, еще раз. Вот, и немцы, соответственно, то же самое. То есть, давайте, давайте любить друг друга, там, говорили друг другу комплименты. Полешук подумал, подумал и пошел, отплавился на лодке в лес. Вот так вот. Потом, соответственно, да, значит, ну, это еще одна такая ипостасинка. Второе, это то, что сам по себе регион интересен тем, что он, вот как раз для этих властей, которые начали активно им интересоваться, он представлял собой головолом. Почему? Потому что никто не знал, как с ними управляться. То есть, идеально поступал царь и речь посполитая. Забыть просто про них и до свидания. Вот, а если надо управляться, то нужно понимать, с кем. А вот этого-то понимания как раз ни та, ни другая власть могут не наследить. Вот, так вот, регион достаточно замкнутый. Вот, учитывая то, что все-таки здесь раньше миллиардации не было, то действительно люди могли жить десятилетиями. Так, Робинзон Круза с попугаем на плече, зонтиком, значит, искать своего пятницу. Вот, представьте, даже такая вот ситуация. Из советского источника партизанский командир кавпаковский, ну, возможно, знаете, во время войны была такая армия кавпака, украинская коммунистическая, межпартизанская. Вот, и они как раз шли с рейдом на Кавпаты, зима глухая, идут как раз по полесью. Ну, по зиме было, идти по зимнику по болотам лучше, потому что все-таки там лед, все замерзало. И вот напарываются на хутор, выбегают радостные какие-то местные люди, батюшки, хоть людей увидели, вокруг них чуть ли не хороводы водят там. А потом, значит, уже их угостили, самогонки налили, хлопцы, а вы, ну, что робот-то? Мемцы мы воюем, тишина за столом, и хозяин хутора, а что, германцы еще до сих пор? Ну, то есть, понимаете, да, в Верши Горяш плохо стало, это сколько событий мимо кассы вообще прошло. То есть, они как в 15-м году где-то вот там застыли, да, то есть, мимо революция, одна, вторая, там, да, то, во-первых, значит, ну, Первую мировую зацепили. Вот, затем, опять же, гражданская война, здесь вообще как-то так слабо, ну, так, какой-то легкий шум имел место летом 20-го года, наши пришли и убежали быстренько, значит, да, вот, то есть, тоже как-то ничего не поняли. Вот, но дальше еще интереснее, потому что вот это население, оно ведь не испытало прелестей коллективизации, в отличие от своих восточно-полезских коллег, да, то есть, они не знали, что это такое. Они не знали, что такое репрессии 37-го года. Вот, то есть, они не знали очень многое из того, что было фактором жизни Восточной Белоруссии. И вот, в частности, те же репрессии, которые все-таки надломили чуть-чуть психологически жителя Восточной Белоруссии, да, то здесь как-то вот население оказалось не поротое. То есть, оно осталось вот с прямой спиной и крайне недоумевало, чего эту спину пытаются как-то там согнуть, спина обратно возвращается. Вот, плюс ко всему еще нужно понимать еще и такой факт, что население за первую советскую власть, ее просто испугаться толком не успело. Разозлиться? Разозлилась. Вот, кстати говоря, Ганцевический район, потом можем поговорить отдельно на эту тему. Мы пересеклись на одних документах. Потом расскажу о чем-то. Так вот, значит, да, вот что интересно было, злость будет, потому что первая власть, значит, сделает бесспорно много хорошего советское. Это имеется в виду 39-41. Уж никуда не деться от того, что наконец-то занялись образованием детей. Полякам это было до барабана. Начали, наконец-то, заниматься здравоохранением всерьез. Начали подумывать о радиофикации, кинофикации. То есть, потихоньку дичат у как-то в скалы хирург. Но, с другой стороны, куча высланных, да, огромная куча дури, о которой потом чуть отдельно еще скажем. То, что население начало потихонечку закипать. А теперь вот просто представим себе психологию местного жителя той поры. Вот для примера просто, ну, пришлось взять, как бы не то, что наиболее типичный, а наиболее яркий район в этом смысле, Дивинский. Ну, возможно, есть кто-то из Комбинского района, вы знаете, да, что южная часть Комбинского района до 159-го года была районом отдельным. Это Дивин, это Радостова, Оса, Комбинского района, и так далее, Великого, Чумирин, Комбинского района. И вот представьте себе, что мы с вами родились в 1900-м году, да. 900-й год, мы в составе Российской империи, мы подданные царя-батюшки, там где-то в управе царь висит бородатый, значит, с ординами висит. Вот, значит, ну, вроде как, да. Вот, в 15 лет власть меняется, да, мы после этого три года сидим под немцами. Вчера вместо Николая висит кайзер, вот, тоже усатый вроде бы, да, ничего-то. Вот, ну, просто уже как-то болпочат не по-нашему, вот, власть какая-то, когда гадостная, да, там все кромит, реквизирует. Вот, потом, 19-й год, советы первые, Гуденовки проводили глазами, ух ты, до Кубрина. Но ничего не успели даже сказать, торопились. Потом, ах ты, конфедератки польские. Потом опять, ух ты, так и ментают, да, 20-й год, ах ты, уже на 20 лет. Вот, то есть представьте, что вам, значит, 39, вы подданы польскому государству. Терпеть эту почву не можете, но, тем не менее, вас уже отправили в армию, в польский Жалнежин, там, побыли где-нибудь позже, да, или где-то еще в северном городке. Вот, ну, то есть, как стало бы, так и есть. Вот, 39 лет вы становитесь подданным Советского Союза. Портрет поменялся, теперь, значит, борода исчезла, усищи. Вот. Еще в 41 год усищи почему-то резко сократились. Вот, тоже не очень понятно. И в 44, наконец, усы обратно появились, вот, и уже как бы надолго. Вот. Но это, мы сейчас знаем, что это надолго, вам 44 года, и вы за это время сменили 10 раз власть, да? И кто дает гарантию, что она не сменится 11-й, вот завтра или послезавтра. Повторяю, что нам очень легко, вот, с высоты 2015 года, об этом все-таки говорить. Вот. Это вот один момент, да? То есть, вот почему еще человек откровенно, да, потом засунул вот такую фигу в карман, он здесь сидит и дальше живет. Почему? Потому что он узнает, что. Вот. Вот. Но даже если мы берем чуть-чуть иную ситуацию, предположим, мы с вами родились в году 20-м, да? То есть, мы родились в Польше. Возможно, мы даже сходили в польскую школу. Четыре, шесть классов больше не надо и хватит. Вот. Значит, тоже поляков не сильно любим, потому что они над белорусов, кстати, потому что очень серьезно им любят. Вот. Но, тем не менее, все равно мы в составе польского государства. Папка голосовал там за все им выборы, там еще что-то такое, да? Там Пилсудский, опять эти усы, черт подери, вот, значит, не сползают с портретов. Вот. И в итоге о чем речь? О том, что в 19 советская власть. Говорят, комсомольцем быть хочешь? Это че? Вот. То есть, понятно, что, ну, никто ничего не знает. В Востоке Белоруссии там человек уже там, сначала, говорите, прочитал стишок про товарища Сталина, значит, потом он стал Оггебренком, потом Пионером, потом комсомольцем. То есть, он уже социализировался в определенной среде. Здесь ничего у этого нет вообще. Ну, там кто-то, возможно, попал в Харцеры, но это очень редкое явление было. Это там польское молебожное. Вот. В итоге, что? Дальше, 21 год, эта власть кончается, и он попадает уже в сферу нацистской пропаганды. Да, Кусь? Мозги так протрут, об этом мы чуть-чуть попозже скажем. Вот, что, в общем-то, в 24 года, к моменту освобождения у него в голове, что угодно, но только не советская власть. Понимаете? То есть, вот, почему этих людей нельзя судить с нашей колокольни, с нашего, значит, ну, скажем так, с нашей точки взгляда, скажем. Вот. И вот тоже, вот опять же, сохранился крик души, 45-й год, значит, отдел образования Брестского, значит, облсполкома. Вот. Дело в том, что наши вернулись, вот, ну, автоматически всю местную молодежь, там, 14-ти до 16-ти записали в комсомольцы. Вот. Тем, кто мог бы 14-ти, тем еще хуже, те вообще ничего не помнили, они социализировались уже, вот, когда им было 11 лет, это 41-й год, да? И вот их записали в комсомол, вот, как вот, это как раз речь идет о железнодорожном техникуме. Вот. И секретарь комсомольский просто говорит, я ничего понять не могу. Вот комсомольское собрание, вот сидят комсомольцы настоящие, ну, там, восточники, там, кто как, и эти собьются в кучу, в углу, и зверями смотрят. Вот. То есть, они не знают вообще, что такое происходит, почему должны там товарищу Сталину там вот облескать, там, ху, колокольчиком звенеть и все остальное. Вот. Значит, а если мы уже говорим, значит, о послевоенном периоде, то действительно, вот, в ожидании новой власти, как ни странно, до 47-го, 48-го года очень серьезно бродили слухи, что, наверное, сейчас начнут войну англичане и американцы с Советским Союзом, и Советский Союз ее проиграет. И поэтому надо, наверное, учить английский. Причем, что это такое, никто не знал. Народ такой дремучий, университетов не кончающий. Вот этот показатель, это в документе 41-го года весны. Значит, ну, видимо, докладчик из местных не очень понимает, о чем речь. Вот. И вот, читает, наша молодежь доблестно билась с финскими белогвардейцами и японскими самаруями. Ну, вот, то есть, ну, слово самураи, человек в жизни не слыхал, а что, самураи, самураи, там, ну, где-то там, в общем-то. Вот, так вот, опять же, дальше. Ну, и, в общем-то, получилось так, что вот Девинский район действительно до 39-го года себе тихо спал, правда, спал достаточно своеобразно. Дело в том, что при поляках здесь были высокоразвитые прудовые хозяйства, которые производили угря, который активно продавался в наших пивных-бреских вот здесь. Вот, осётр. Можно себе представить белорусскую белугу. Можно было. Просто, когда пришла советская власть, у советской власти с продуктами как-то вот параллельная линия, то есть здесь советская власть, там нет продуктов, не надо. Значит, это даже вот был такой интересный, вот такой фотография любопытная. Значит, на Волге есть два города, Маркс и Энгельс, да, и вот показатель Маркс-Энгельс. Продуктовый магазин. Так вот, опять же, что интересно, белуга и осетры поставлялись в парижские рестораны, и в частности, есть документ, по которому ресторан Максим, не самый поганый, парижский ресторан, он получал белугу с клеймом в дивен. Там такая корона, такая интересная, вот, как вот наша корона сейчас, это лабаз, на московской, вот, такой же примерно, вот, такая вот штучка. Вот, потом, опять же, все народы, которые здесь жили, проживали, достаточно спокойно, никто никого не трогал, никто никого не обижал. У каждого была своя ниша. Евреи тихо себе занимались мелким производством, каким-нибудь, и торговлей. Вот, поляки, опять же, тоже ремесло в основном. Вот, белорус пахал землю, вот, полишук, все вместе, плюс еще рыбу забил. Вот. И никто, как бы, не заставлял друг друга, вот, как-то, там, бить морду, там, или позиционировать себя лучше, чем другого. Вот. Но все началось именно с войной. Дело в том, что вполне возможно, это только, конечно, предположение, что не будь войны, то все, что натворила советская власть в 39-м, 41-м, оно бы так потихонечку и затихло, как это было в Восточной Белоруссии. Почему? Оружия не было у людей. Понимаете, да? То есть война, это что? В 41-м году наша армия, отступая, оставила колоссальное количество техники, да? Потом, когда немцы будут отступать, оставят еще кучу большущую. И все это бесхозно. Ящиками эти гранаты из леса волоки, вот, пулеметы, пушки, все, что в сарай влезет, все, значит, здесь. И вот это уже комод для того, чтобы разобраться с соседом. А ты у меня морковь на моем участке посадил. Вот раньше на уровне подрались просто и все, а теперь ее из форточки. Да, и так убедительно, значит, соседу объяснить его неправоту. Затем, кроме всего прочего еще, здесь в регионе начинается большая вот эта катавасия во время оккупации немецкой. Потому что красные партизаны есть бесспорно, но параллельно действует армия Краева в самых северных регионах, у этих своя свадьба. Вот, на юге Бандера, вот, но при этом, опять же, помимо Бандера еще и Бульба. Просьба не путать эти две конторы. Вот, вообще надо сказать, что деятельность Бульбовца до сих пор еще вот по ней нет нормального серьезного исследования. Потому что их формально считают бандеровцами, кстати, советская власть тоже не вникала в эти вещи. Бандеровцы, посвядусь. Вот, на самом деле, вот, даже сами бандеровцы исключили их из своих рядов в 43-м году за то, что они отличались беспределом по отношению к местному населению и очень серьезным беспринципностью. Вот, так что тут тоже есть свои нюансы, но факты, повторяю, что они еще, к сожалению, недоступны для исследователей. Вот, ну и, в общем-то, получилось так, что осенью, точнее, к концу июля 44-го года район был освобожден от немца. Но это не означало начало счастливой жизни. Счастливая жизнь была на востоке Белоруссии. Там хорошо, там все свои. А вот здесь как раз и началось самое страшное. Вот, ну, это не совсем интересно, просто тут вот на 8-м листах Цурин сделал подборку того, что творилось до 49-50-го года. Вот, здесь была самая настоящая война. Вреские этого не ощущали. Вот, предположим, там Коплинские, возможно, тоже не ощущали. Вот, Пинские не очень ощущали. Но вылезет и, значит, километров за пять в сторону от трассы, можно было не сносить голову. Драка шла очень серьезная. Причем драка всех против всех. Вот. И в итоге, что получалось? О том, что, конечно же, немцам просто судьба подарила ситуацию, которую только дурак бы не использовал. За эти три года оккупации они включили все вот эти национальные мины, очень активно все вот эти обиды повытаскивали. Да? Вот. Но, значит, евреями тут понятно все. Значит, да, с ними разобрались в кавычках уже в годы оккупации, все претензии уже сняты. Вот, русских в регионе почти не было. Оставались кто? Поляки, белорусы и украинцы. Вот. И вот эти-то как раз и началось. И вот то, что поляки сильно разнервничались, потому что у них уже теперь нет статуса государственно образующего народа. Вот. Они теперь одни из. Вот. То есть спесь уже как-то приходится убирать. Вот. Следующие, значит, украинцы вдруг обнаружили на карте, что, оказывается, есть УССР. Ух ты. Вот. А что это мы мимо? Вот. Потому что мы в БССР, да, но мы как бы вот уже не совсем наши. Вот. Белорусы самые довольные, потому что, ну, тут вообще красота, получилась, на карту посмотрели и приятно удивились. Вот. Поляшуки индифферентно, значит, и гнули, и ничего не поняли. Вот. Но тут же начали активисты всех вышеуказанных трех этнических общностей их активно охаживать, водить хороводы. Вот. Поляшуки – это Украина. Нет, Поляшуки – это Белоруссия. Вот. Ну, поляки там ничего не говорили, но, в принципе, все нормально. Эти хлопцы, давайте воевать. Вот. То есть вот так вот постепенно народ и разбышкали. То есть, по сути дела, вот самые страшные, самые паскудные, самые поганые конфликты – это конфликты национальные. Потому что вот здесь ничего не зависит от личности человека. Вот. Если просто в обычной ситуации ты подлюка, ты хороший человек, ты щедрый, ты жадный. Вот. Значит, ну, это вот просто характеристика человека. А здесь, может быть, трижды хороший, но ты не мой. Бо ты не такой, как я. Понимаете, да? И все. А вот это, вот это зараза певнейшая. Но он украинец. Поляк Белоруссия. Значит, вот он. Вот это гадство как раз и начинает людям портить нервы. Да? Вот примерно кое-где не будем говорить кое-когда и кое-как. Вот. И в итоге, значит, можно сказать, что немцы здесь заложили просто мощные технические мины, которые с освобождением стали тупо взрываться. И вторая советская власть была вынуждена теперь эти мины разминировать. Иногда ценой жизни собственных работников, скажем так, и прочее. Ну, и местное население еще. Вот. Не буду загаживать в памяти, значит, всякими постановлениями, но только можно сказать, что за период после освобождения именно полисью в той или иной мере было посвящено четыре постановления от ЦК партии до областного комитета. Смысл везде был один и тот же. Значит, как заглинание, знаете, такие мантры, о мане падме хум, посетите Брестский пункт. Вот. Значит, смысл такой, что как бы местное руководство советское и партийное недостаточное внимания уделяет интернациональному воспитанию и вообще типа по воспитанию советскому. Ну, о том, почему оно не могло уделить, немножечко попозже. Так вот, что здесь было такое? Значит, извините, чуть-чуть так. Весь август 44-го года, по сути, этот район был полностью парализован. То есть армия откатилась, воюет уже в районе Варшавы. Да, вроде бы все хорошо, а здесь люди нос боятся высунуть из окна. Вот. В гарнизонах населенных пунктов нет. Вот. Основная масса так называемых повстанцев, а по сути бандитов, это бульбовцы. Бандиты, потому что они все-таки, ладно бы, они убивали декларированных врагов. Тогда это еще хоть как-то можно было бы понять. Типа убиваю коммуниста. Ну ладно. Тогда все понятно. Не разделяем, но понимаем. Но когда, извините, в дело шли женщины, учительницу водили, мучили в лесу, убивали, детей стреляли, вешали, вот это куда. Потому что живодеры и бандиты. Больше по-другому о них ничего не сказали. И не какой-то, идея может и была у кого-то, а у кого-то просто социальный тип, который получил в руки автоматы, который теперь имеет возможность делать все, что он хочет. В наше время вот таких типов тоже будет много. Поверьте, не дай бог, что, вот дай кому-то вот так вот, ношев скажи или автомат, что вот ты можешь сейчас убить человека, потому что тебе можно. Такое начнется. От МОП Рада Залдурина не дайте мне. Это кажется только, что так все хорошо. Так вот опять же, что получилось? Весь август, по сути, срывались все поставки, убивались партработники, значит, терроризировался местный актив. Фактор, вот. Фактически, Дывин находился в самой настоящей АССР. Зимой и осенью ситуация 44-го года оказалась еще хуже. На официальном областном уровне было признано, деятельность советских органов парализована. А вот, значит, фактически, что без, да, в ноябре, например, 44-го года бандиты сорвали восстановление Белозерского канала, близко от Дывина, другой район чуть-чуть, правда. Вот перестреляли там, опять же, руководство работами, рабочие разбежались, кое-кого увели в лес, их судьба неизвестна. Вот. Красная армия была вынуждена осенью 44-го года провести целую спецоперацию, значит, на грань, на стыке Дывинского и вот соседний трагический, да, район, значит, да, причем не просто так, а эти бабки до сих пор не, как бы, недоступны исследователям. Но, как обычно, когда что-то недоступно, у нас есть такой принцип. Если нельзя, но очень хочется, то можно. Вот. Там шла не просто бои, там была серьезная войнуха с применением всех средств, только без авиации. Вот. Счет убитых шел с двух сторон на сотни. Вот. То есть, ну, как будто бы это действительно берут какой-нибудь Бреславу, там, или Кенигсберг, кошмар был какой-то. Вот. Значит, ну и, кроме всего прочего, очень важным таким моментом антисоветского сопротивления в этот период становится то, что количество банд начинает расти. То есть, если, например, весной 45-го года только в одном поведе, вы знаете, есть такое... Значит, автобус Брест-Поведье, да? Вот сейчас вроде едешь в тихое, спокойное село. Ага, 60 лет назад заехал в один конец, попрощавшись с родными, сразу с могильным памятником. Вот. Так вот, опять же, значит, так вот весной 45-го года 100 семей имело родственников в банде, и это было официально зафиксировано. Ну, куда их девать? Пусть живут. Вот, осенью 45-го года уже 160 семей имели такие прочные. Вот. Кроме того, постоянно срывались мобилизации в красную армию. Вот. Осенью 44-го года вот по району было призвано призывному возраста 648 граждан, а вот явилось только 140. Ну, и когда там Брестский область полком начал орать, что такое, почему? Лучше бы обратили внимание на то, что, значит, в Высоковском районе Иван-Топольском вообще никто не пришел. А так, значит, да, из тех, кто пришли, половина удрала из распределительного полка уже на территории Бреста. Вот. Ну, в основном понимали, что идти им домой как-то не с руки, потому что здесь военком заинтересуются. Вот. Поэтому куда шли? К хлоптям у Лис. Вот. Там хорошо. Там свежий воздух и грибы. Вот. Но одно село, типа Новоселки, например, да, тоже очень крупное в Поблицком районе сейчас село, тогда Дыринский район, оно за 44-45 год дало 700 случаев дезертирства. Правда, заранее оговориваюсь, эта цифра попадается постоянно и в официальных связках, и в документах. Вот. Но даже если учесть, что село здоровенное, это цифра нуждается в перепроверке, но даже если мы поделим это на два, вот, все равно будет очень, короче, в кавычках. Вот. Далее. Значит, для того, чтобы хоть как-то, ну, во-первых, хлопцев довести до военкомата, вот, а во-вторых, чтобы хоть немножечко сбавить остроту впечатлений, создавались истребительные батальоны из местного населения. вот, они действовали по принципу такому, примерно, то есть, шлепни хоть одного бандита, и все, ты уже в лес не уйдешь, тебе бандиты это припомнили. Да, то есть, как бы, человек уже одним этим выстрелом ставил себя уже на эту позицию, и он уже сужен советский. Вот. Но, правда, с другой стороны, когда такие ребята попадали в плен, бульбовцам или упавцам, судьба их была просто страшной. Вот. То есть, если просто советских руководителей мучили перед смертью, то здесь это просто издевательство было, самое настоящее. Вот. Вот в таких, примерно, условиях и началась новая советская власть. Ну, а поскольку местному населению доверия не было, везде отмечалось, что население Малорицкого, Дывинского, Кобринского, Дрогичинского, Ивановского, Столинского районов, демонстративно не скрывая, симпатизирует бандитов. Вот более того, осенью 1944 года, даже, опять же, ничего не говоря, вот там, то есть, значит, опять же, не пытаясь скрываться от местных властей, вот в тех же Новоселках, например, в тех же Хабовичах или в Хидрах, не в Хидрах, это тоже Хабовичи, Оссо, вот, население ежедневно сдавало в лес семьи по килограмму хлеба. Вот. Приезжали люди, не стесняясь, вот, предсельсовета, здравствуйте, значит, да, на телегу, председатель сидит парализованный, потому что сейчас шевельнется, следующее шевеление, он уже будет в гробу красиво лежать, вот, поэтому как бы так. Потом, значит, да, и в итоге, конечно же, все руководство в основном было восточники, которые не пельмеса не соображали в местных условиях, но, опять же, конечно, им было очень и очень тяжело. Вот, либо же на низовых структурах это в основном местные из партизан. Причем, надо сказать, что отношение к партизанским руководителям тоже было непростым. Вот вообще в Белоруссии, надо сказать, что после войны более 5000 председателей колхозов, это 92%, это были в основном выходцы из партизанской среды. Потому что они как бы за годы войны в лесу, они доказали свою лояльность. Вот это были люди, которые ничего уже не боялись, вот, к жизни относились. Ну, три года все-таки в землянке провести под свистом пули, это о чем-то говорит. Вот, поэтому, конечно, они считались как бы опорой власти. Но проходит какое-то время, а именно где-то примерно с конца 46-го года, к ним начинают относиться уже настороженные и потихонечку выдавливают. К 50-му году партизан почти не останется. Почему? А потому что они самостоятельные. Вот. Человек, который три года сидел в этом лесу, он привык к тому, что не всегда нужно дожидаться, алло, Москва, Минск, что там надо делать? Он должен принять решение моментально, потому что от этого решения зависит, этот отряд сейчас немцы размажут послушно, или они еще какое-то время просопротивляются, еще немцы накидают хорошо. Вот, и поэтому и получалось, что когда, предположим, с центра приходила какая-то очередная дурь, вот, то они уже так включали природный соображатель и думали, ага, вот это я выполню, потому что это разумно, а вот это дурь, вот поэтому выполнять не буду. Вот вообще надо сказать, что вот если даже потом на макроуровень переходить, то, конечно, величайшее счастье для Белоруссии было в том, что вот 50-е годы, 60-е, 70-е, у власти были партизаны. Вот, потому что эти ребята не торопились выполнять все, что скажет Москва. Ну, во всех смыслах этого слова, как ведь Белоруссия обудовала, извините. Решали вопросы аккуратно, как говорил там один персонаж, я твою руку буду бить больно, но аккуратно. Теперь, соответственно, дальше что было. И, опять же, недоверие к местному населению будет продолжаться вплоть до начала 50-х годов. Вот, их не будут стараться принимать в партию, вот, например, или в Комсомолку, ну, по Комсомолку чуть-чуть попозже. Вот, по сути, только где-то с 49-го года начнется уже так, начнет, как бы, теплеть отношения к местным, потому что, ну, многие местные активисты докажут, что они все-таки тоже в этой архи-сложной ситуации что-то могут, вот, пора им уже и доверять. Но при этом же, опять же, что было очень нехорошо, то, что общий уровень образования, скажем так, иногда и воспитания был очень низкий. Вот, это, в принципе, было типично вообще для Украины, для Белоруссии этого времени, да и для Смоленской области, условно говоря. Вот, ну, например, вот представьте, за подделом агитации и пропаганды райкома, образования 4 класса, 4 класса. Вот, что он может сказать людям? Он им расскажет, что земля круглая, вот, Африка это там, где не хожу, да, зачитает, продекламирует газету, правда, вот, читать умеет, да. Вот, но пишут с ошибками. Вот, такие чудеса иногда, там, значит, встречаешь, когда писано от руки, батюшки, ну, да. Просто капец, по-другому не скажешь. Ну, а с другой стороны, что-то другого-то нету, поэтому пусть-то хоть такой будет. Вот, потому что иногда доходило до того, что, ну, вот, тоже, вот, знаете, вот уровень административных решений, вот, принятие управленческих решений, вот, пришла сверху указивка организовать лыжный кросс. Для справки, никто не знает, что такое лыжи. То есть, ну, там объяснили людям, что лыжи есть, это вот такие-то. Значит, это из Нинска пришла такая штука. Ну, хорошо. Тогда нам хоть пришли, иди их, хоть повеселим людей. Вот, дело идет в январе. Вот, значит, ну, что, значит, прислали две пары, по-моему, что ли, что-то такое. И дальше приписка. Нет лыж, идите пешком. То есть, пешеходный, лыжный, кросс. Причем, в одном из сельсоветов там какая-то светлая голова что-то напутала, да, там, значит, у женщин была норма 7 километров, там, вокруг сельсоветов, там, так вот, нарезали, а у мужиков 14. Все было перепутано. Вот, мужики 7 километров своих законных отбежав, как им декларировали, сели расслабляться на ступеньках, а девки наяривают, и последними словами мужиков кроют. Значит, что это такое? А у нас вопрос. Ну вот, потом, значит, да, ну, кроме всего прочего еще, да, насчет комсомольской организации тоже было не просто так. Комсомольцев было 300 человек в районе после войны, но в основном все приезжие. Вот, более 200 человек, вот, а остальные 100 – это те, кого приняли в комсомол, местные ребята, которые были в партизанских отрядах. А так вообще, вот, если брать за послевоенные годы, вот, то в Дывине, в самом райцентре, примере, в комсомол за первые послевоенные три года только двух человек, вот, ну и где-то с десяток примерно еще по району. То есть, опять же, причем не только из-за того, что не доверяли, местные парни еще и сами-то не сильно жаждали туда идти, потому что ясно, что бывало. Вот. Ну, как правило, пуля в форточку и так дальше. Ну, а когда уже основную массу переловили, перебили, вот, то начинается уже тактика из-за угла. То есть, 48-й, 49-й год в основном, это что, выстрелом из ружья в окно убит председатель сельсовета, предположим, учитель, активист, его жена и тому подобное. То есть, где-то вот так. Вот. Правда, в 50-м году что-то они опять раздухарились, начали людей уводить, но это уже был, видимо, последний удар хвостом издыхающего дракона, потому что дальше уже их просто стали отстреливать, просто тупо. Вот. Затем, значит, да, так вот, насчет молодежи. Молодежь, как тогда отмечали советские органы, находится под влиянием враждебной пропаганды. Ну, то есть, три года вот эти оккупации, они прошли именно от носа, плюс этот национализм. И вот что интересно, вроде бы надо было как-то вот пожёстче, может быть, а может быть и нет. То есть, понимаете, вот здесь нет единого рецепта. То есть, вот если бы кто-то сказал, отправьте меня вот в такой вот гнухомань в те годы, я бы там порядок навёл. Ну, вот, очень сложно сказать. Так вот, представьте себе, как специфика места, да? Значит, секретарь райкома ЛКСМ, ЛКСМБ, значит, едет с инспекцией по районам, правда, это уже 51-й год. В 46-го фигу он выехал. Выехал бы, не приехал. Это 51-й, вроде уже тихо, но представьте себе, что такое 51-й год в Советском Союзе. «Скажи Сталин, кака, второй слог, как, будешь произносить в тайге, катая тачку». Вот, да? Или там, предположим, послушав там вражий голос, или что-то ещё, да там, духе. Так вот, в одной избе читальни, значит, вовсю орёт радиоприёмник, и народ сидит, слушает голос Америки из Вашингтона, 51-й год. Приехал в соседнее село, в Оссу, а новосёлки, Би-Би-Си, прямо в Матюгальнике. Это бы в Восточной Белоруссии НКВД повесилась бы уже просто, да, там от ярости, услышав такие вещи. То есть на Востоке не приведи Господь, страшно подумать, а здесь, пожалуйста. А почему, видимо, просто махнули рукой, Господи, слушай, только в лес не ходи. Вот, и всё. Значит, кроме того, вот эта вот ситуация, когда действительно вот руки опускались, грубо говоря, от того, что происходило, и невозможности наладить порядок. Вот, это, конечно, не оправдывает местное, значит, руководство, но тем не менее, то число главных проблем было мощное, просто тотальное пьянство. Ну, все мужики знают, да, что когда тебе плохо, то лучше твой друг, ну, в умеренных количествах, извините, конечно, да, потому что не всё в этом мире можно воспринять адекватно. Так вот, опять же, периодически оно принимало такой характер вот здесь в районе, что иногда возникало впечатление, когда читаешь протоколы собрания, как будто у каждого из них по два комплекта печени и почек просто, как картридж такой, вынул, вставил, значит, и там и пошёл. Вот, причём, опять же, вот, что интересно, как это вот, ну, примерно так условно происходило. Вот январь 47-го года первый секретарь ВИКОМа, значит, опять же, получил выговор в области за пьянство подчинённых. Значит, весь 47-й год он долбает их, у всех, значит, я того посажу, того сниму, тра-та-та, тра-та-та, к концу года спился. Его преемник, значит, заявляет, разбита группа пьяниц, но остатки остались. Бывший председатель райисполкома пропил пол района, а если бы не сняли, то весь район. Ему вторил его заместитель, вот, который критиковал начальник караотдела МВД, директор МТС за пьянство, с кем попало на свадьбах. Вот, и отмечали, что новый первый секретарь не ведёт порядок. Через полгода он зарабатывает мощный выговор за индивидуальное пьянство. Народный судья районный, значит, заработал крупное партийное взыскание за пьянство и систематическое избиение жены, что признал, в 51-м году это не помешало его назначить прокурором района. Вот, на ответственном новом посту, с новыми силами заскандалил, опять стал гоняться за женой, вот, и регулярно в пьяном виде оскорблял подчинённых, ну, и некуда деваться. Никто просто на его место ехать не хотел. Значит, в 48-м году полетели голые ряда руководителей района за пьянку с бандитами. Завсектором парт-учёта сетовала женщина по этому городу. Раньше пили пол-литрами на свои деньги и крадучись, теперь графинами открыто в сельсоветах из государственного кармана. Значит, дошло до того, что директор МТС, там, начал жаловаться, что-то в райкоме, что ему не оказывают помощь в работе, вот, ответ прозвучал, расскажите, а в чём вам помогать, водку, что ли, пить? Вот. Вот тогда же предрисполкома говорил, в 48-й год, трудовой дисциплины нет, все пьют. Землеустроитель дошёл до того, что меряет землю бутылками, а бывший предрисполкома превратил свой кабинет в ресторан и пропивает государственные деньги. То есть в числе засветившихся, по сути дела, фигурировали практически все, в той или иной мере, ну, какие-то партийные хозяйственные советские деятели. Вот, местный артиф тоже не отставал, вот, ну, это отдельная песня, вот, но просто с началом коллективизации в эту компанию добавилась ещё одна бодрая публика, председателей колхозов, которые тоже были любители выпить и закусить. Вот, но кроме всего прочего, у руководителей районных всё-таки имелось ещё и табельное оружие. А теперь подумаем, значит, состояние мозгов в этом деле, вот, и табельное оружие в руке. Вот, поэтому были очень нередки случаи жизнерадостного отмечания праздника, вспольбой в воздух, вот, опять же, вот. Были случаи, например, там тоже один ответственный хозяйственный работник был приглашён на свадьбу, вот, но какая свадьба без драки, вот, и во время очередной жаркой свадебной сечи он начал пулять во все стороны, вот, пока местные не связали его, взяли, значит, пистолет и отнесли в милицию, вот. Отдали ему этот пистолет только в райконку. Вот, ну и в итоге, значит, как бы, вот это всё продолжалось и в 50-е годы, так, например, в марте 57-го года один председатель сельсовета, например, в пьяном виде опустил в урну бюллетень, нещадно мотюкался и кричал, что без партии проживёт. Вот, ну а там, где пьянство, там недалеко и до нетоварищеского отношения к противоположному полу. Это понятно. Вот, ну и, в общем-то, вот тоже примерно такой же, 48-й год, вот, председатель одного из сельсоветов огрызнулся на председателя райкома, который, значит, начал орать на подчинённых, что вы не тут в сельсовете все сильно пьёте, его ответ, а помните, когда я приехал на вашей легковой машине, ведь вы тогда лежали у одной женщины пьяные. Потом, соответственно, значит, ну, правда, бывало по-разному, были, конечно, и гадкие случаи, когда руководящие работники пытались склонить к сожительству даже замужних женщин, просто по факту того, что я начальник, вот, тоже бывал от несчастья, вот, и всё вот это, конечно, не добавляло авторитета в глазах у населения, к местному руководству. Вот, опять же, вот, здесь в какой-то мере, может быть, и можно понять, что, вот это вот, это поведение бессилия, но с другой стороны, ведь ты же власть, да, ведь тебе не дано то, что дано, возможно, в простом, там, по-моему, вот эти, вот, потому что на тебя смотрят, значит, как бы с тебя делают кальку. Сталина никто не видел, кроме на портретах, а вот этого человека и видят, и по нему дальше идёт характеристика. Вот, не отставали в этом же смысле и некоторые сотрудники силовых ведомств. Ну, что говорить, если вот потом, я фамилии нигде не называю никогда, значит, но просто, если знать их характеристики, у участкового уполномочены МГБ, образование два класса. Понятно, да, в общем-то, что он потом может напортачить на этом посту. Вот, некоторые из них разъезжали по деревням и заявляли, высшая власть, это НКВД. Вот, были жалобы на работников РОНКГБ, на то, что не допускали мародёрства и грабёж населения. Иногда силой угоняли лошадей и крестьян, и даже бедняков, хотя им полагалось служить, служить, да. Вот, был дикий совершенно случай в августе 45-го года, когда, значит, через ОССУ, деревня такая, возвращался из фашистской неволи человек в Козь. Вот, и так настрадался за годы оккупации, значит, отстал от своего эшелона с репатриированными, вот, ну и шёл пёхом домой, благо недалеко. Вот, значит, и был остановлен двумя участковыми, вот, которые просто, значит, спрашивают, ты кто? Вот, ну я такой-то, такой-то иду. Вот, избили, ограбили, отняли документы, вот, постреляли над головой, засунули пистолет в рот, щёлкнули холостки, но тем самым просто так, не без патруна, вот. А потом дальше отпустили, вот, параллельно отобрали у мужиков местных самогон и ехали до Дывина, периодически кидая в лес гранаты, стреляя в воздух, салютуя сами себе и так далее. Вот, кстати говоря, там, у мужика, значит, нашли военные, подобрали, вот, услышали, в чём дело, разобрались, отвезли в район, вот. Вот, ну и, в общем-то, что получилось? Вот эти два глупца, значит, герои, скажем так, вот, они получили по выговору. Затем, да, при этом, опять же, выговоры тоже были разные. Вот, как правило, были мелкие выговоры, то есть, ну, просто выговоры, это за мелкие шалости, например, треснуть буфетчику стулом по голове, которая отказалась налить водки бесплатно. Такой же выговор устроить в доме председателя колхоза погром и перепугать семью. Кстати, этот представитель райкома ехал в колхоз агитировать за коллективизацию. Конечно, поагитировал замечательно. Вот, кроме того, выговором же отделался секретарь парторганизации райотдела МГБ за то, что во время службы накосил для себя сено и заставил крестьян привезти ему натуральный оброк на дом, молоко и мясо. Вот, но здесь, видимо, паришука сработала и ехидна такая. Вот, ну, по принципу типа моя, твоя не понимает там. Они взяли и это мясо аккуратно завезли к его начальнику. А этого дважды, институт, просил. Ну, понятно, что тот вызвал, и там операция по смене пола произошла. В данном случае фигурант, кстати, вылетел из органов. То есть, все-таки нельзя говорить, что как бы, но их не сильно там и наказывали. Кроме всего прочего, вот очень много бывших партизанских вожаков, скажем так, став местными руководителями, долго не могли изжить партизанские замашки, но уже негативного клана, какого. Вот, ну, опять же, все под воздействием проклятого алкоголя. Могли разогнать киносеанс просто потому, что ему не нашлось табуретки, скажем так, да. Там пострелял в экран, вот, значит, опять же, свалил киноустановку и без того дефицитную в районе, и там это всех полыскать. Вот, кстати, вот именно этот факт в этой деревне, в общем-то, дал крестьянам повод сказать фразу, которая тут же пошла в спецдонесение. Это не та советская власть, что была до войны, это какая-то другая. Делают, что хотят, некуда пожаловаться. Вот, значит, затем, вот, ну, тоже, если идет о том, что можно было заработать за что, вот, начальник пожарной инспекции избил женщину, да, оделся легким испугом, поставили на вид. Но зато в пьянющем виде перестрелял пожарный инвентарь, он проверял на прочность, как потом выяснилось. Ведра все эти красные, там, багры, там, и все остальное, вылетел с работы за порчу государственного имущества. Из партии исключили. Вот. Значит, ну, кроме всего еще... Так, ну, это уже, наверное, вам не будет интересно. Просто тут очень много вот подобного рода фактов, то есть их можно просто цитировать десятилетиями. Вот. Потом, соответственно, очень... Извините, пожалуйста. Вот. Ну, в общем-то, а можно здесь сказать, как? Что все вот это вот, как бы, борьба с людьми, которые вот это все делали, шла на партийных собраниях. Вот. И, как я уже сказал, что в основном ты мог делать все, что хочешь. Ты мог избить человека. Ты мог отвинтить ему Богу. Что-то еще. Утю-тю. Но за что? Однозначно человеку бушку отворачивали сразу. Скрыл фаб биографии, что ты, предположим, у тебя есть пятно какое-то, перед партией должны все быть чистыми. Вот. Опять же, где-то критиканул власть. Ну, какую-то очередную дурь. То есть можно ее просто внуча проигнорировать. А тут кто-то имел неосторожность рассказаться. Вот. И за государственное имущество. Вот тут уже по полной программе человека бурьба. Но при этом, когда вот читаешь, опять же, эти протоколы, то возникает какое-то еще любопытное ощущение. Знаете, вот мы говорим, да, тоталитарный режим, там, тра-та-та. А вы знаете, о демократии-то ведь было много. Вот. Представьте себе. Понятно, что наверху, например, критики там не было. Там понятно, что начнешь критиковать, продолжишь в Сибири. Вот. А здесь это просто какой-то капец. Они друг друга со сладострастным просто упоением. Знаете, как Панч и Джуди. Это два таких кукольных персонажа. Там друг друга молотят, там, опять же, там, стамесками, там, чем под руку придется. Вот. Причем, делается обычно так. Это же компания критики и самокритики. То есть, надо обязательно укорректнуть кого-то, вот, разогнать. Вот. Но при этом нужно так, чтобы общий объем критики был большой. Но при этом настолько, не настолько большой, чтобы человек мог отгрести на увольнение, там, опять же, из партии выгод и так далее. Делается иначе. Видимо, у них там, может быть, какой-то был договор, а может быть, это интуитивно доходили. Собрание первое, предположим. Икс во всю метель от работника Игрик. Такой, сякой, плохой, тратно там, все остальное. На следующий раз, значит, Игрик молотит Икса. В следующий раз Икс плюс Игрик долбают Зет. Потом, значит, на следующий раз Зет. А вот Икс и Игрик. Вот, ну, что проще простого, пьют где-нибудь, да? Там, это самое распространенное, потому что это все левое слепое, поэтому, чуть что. Просто вопрос о том, где пить и как пить. Вот тоже, кстати говоря, за пьянство могли поругать, поругать. Но, например, один из очень серьезных руководителей улетел из партии за что? Пил на крестинах. Вот это уже, извините, айтистское дело. Вот это же как бы не даем. Затем, кроме всего еще, иногда, вот, когда ты там смотришь эти вещи, то попахивает это, наверное, некоторым сюрреализмом. Почему? Вот, потому что, вот, например, значит, этот самый такой редактор районной газеты вместе со своим помощником загнали местному жителю за приличные деньги редакционную лошадь. За 2700 рублей. После этого подделали документы и сперли зарплату всего коллектива. За это им выговор небольшой. Вот, значит, объявляют. И на этом же заседании принимают кандидатами в члены партии. Вот. Дальше, значит, в сентябре 46-го года директор районной МТС проворовался, там встырил кучу денег и продуктов. Вот, его на партсобрании, значит, привлекают, точнее, предупреждают об уголовной ответственности и тут же назначают директора в райпотребсоюзе. То есть там, где ты хоть затынься просто там всего этого, масла, мяса и так далее. Вот. Значит, ну, то есть, в принципе, критиковали друг друга так интенсивно, и причем даже, говорю, что критиковались и простыми коммунистами руководители МГБ и НКВД. А тут вообще-то можно было бы испугаться. Вот. Ну, почему во многом так было? Вот. Здесь во многом, видимо, еще шла речь о том, что вот люди не боялись ничего говорить по одной простой причине. Вот я сейчас раскритикую его, ну и что мне кто сделает? Кто вместо... ну, уволят меня, выгонят. Кто в эту дырень потом поедет? Так что уж терпите, господа, что я вам буду говорить в лоб. Вот. По крайней мере, я тут говорю глобно, я тут и работаю. То есть, примерно где-то вот так. Потому что кадрового голода, кадровый голод был, конечно, чудовищный. Вот. Затем, значит, о том, что... Да, еще в какой ситуации приходилось работать руководителем, приехавшим, да, в работе с местным населением. И все, опять же, вот представьте себе, значит, что получилось весна 45-го года. Председатель сельсовета в Чемерях, бывший немецкий староста. Дальше. Временно управляющий отделами раймаслопрома, бывший бухгалтер маслозавода при немцах. Лесничий Дыринского лесхоза был плавно перетек в эту должность из аналогичной в оккупации. Завсоюз печати. Это завхоз при немцах. Директор русской школы. Перед них же был инспектором народного образования. То есть, по большому счету, что получается? Значит, 48-й год. Дальше. Вроде бы уже там кого-то посадили, кого-то должны были осудить. Вот. 20 комсомольцев по району посажено. За что? За связь с бандитами. Один из них вообще был комсомолец-руководитель бандеровской банды. Потом, значит, Были вот такие ситуации, когда, предположим, конюх райисполкома работал в гестапо-переводчиком. Председатель сельсовета, официальный предсельсовета, сын в банде. Ничего, нормально. Вот. Вот и получалось тоже так довольно своеобразно в том, что, как бы, вот, приходилось просто с местным населением руководиться принципом «я тебя слепила из того, что было». Вот. То есть, если этих всех уволить, кто же останется? Потому что весь район такой-то надо выселить. Вот. Потом, соответственно, при этом, опять же, многие из тех, кто работали на немцах, вот, иногда просто поразительно безбашенно себя вели. Вот. То есть, они не боялись ничего. Вот. Например, вот, то же самое, значит, человек, который одно время был руководителем бандеровского отряда, легализовался, перешел вроде как на сторону советской власти, вот, но при этом, правда, ничего не указывало на его сотрудничество с ним. Вот. Кроме всего прочего, плюс еще бывший полицейский. Они нормально, совершенно, вот, получили официально в райкоманхозе квартиры, в райцентре. В это же самое время семьи работников НТГБ, вот, ютились по углам. Квартир своих нет. Вот. Кроме всего прочего, были ситуации еще и подобного рода, там, главный зоотехник, значит, райсельхозотдела. Оказалось, что он служил в Украине, в украинском карательном батальоне, в 44-м всплыл уже здесь. Вот. Наказали мягко. Сняли с работы, исключили из партии, а он взял после этого и заявляет всему этому партсобранию. Исключили. Меня в другом месте примут, а я вас еще всех найду. Понимаете, да? И что, никто ему не набил морду за это, никто не арестовал. Просто спокойно человек вышел на свежую воду. Вот. В председателях колхозов бывали бывшие солтесы, опять же. Тоже люди, у которых там, ну, про то, что у кого-то родственник банди, это практически чуть ли не у каждого было. Вот. Потом, соответственно, значит, в итоге, конечно, очень многие руководители просто считали Девин какой-то своего рода штрафбатом. То есть сюда никто не хотел ехать. Вот. Из Бреста, когда отправляли сюда даже не на работу, а просто лекцию почитать, там, пропагандист какой-нибудь или что-то еще, доезжало из десяти максимум один. Не потому, что его там отстреливали, он просто по дороге разворачивался и делал лыжи в сторону Бреста. Хочется все-таки в живом еще ходить. Вот. В 1947 году, значит, секретарь Рейкома даже сетовал, что наш район считают каким-то пуговым, куда отправляют для исправления. Вот. Через десять лет, это уже в 1957 году, местный руководитель комсомола скажет, все негодное отдают в Девин. Пробьется какой-нибудь в каком-то районе, его в Девин, как будто это трудовая колония. Ну и, в общем-то, и поэтому, конечно, многие руководители очень просили о переводе, но их не отпускали. Вот. Тогда находился выход простой. Две-три мощные пьянки, стырить мелок, там, в школе где-нибудь гособущество, все-таки, до свидания. Значит, из района человек улетел. Вот. Кроме всего прочего, очень много народу наказывалось из-за дезинфекции. Райкомовского руководства райисполкомовского за то, что они отказывались ехать в район. Ну, опять же, понятно почему. Вот. Причем, опять же, доходило до того, что там один из руководителей, значит, партийной группы в деревне ОСА, это просто было вот его выступление, как какой-то крик души. Вот он тогда говорил, значит, там высказался, что вы нам хоть оружие дайте, потому что мы же дома сидим, мы каждую ночь ложимся спать, и мы не знаем, проснемся на завтра или нет. 47-й год. Вот. Опять же. И что, значит, нет ничего, обходите своими силами. И в итоге в райцентре начальство себя развлекает пьяной пальбой по пожарным людям. Вот. А здесь люди под собой не чуют. Всего и должны еще выполнять ведь административную работу, ведь никто же этого от них не снимал. Вот. Поэтому, конечно, надо говорить, что кто-то пил, кто-то работал, но всем было страшно. Вот. Кроме всего еще прочего, это то, что, опять же, очень много было проблем, связанных с тихушной такой, скажем, формы сопротивления власти. То есть, по мере того, как постепенно угасалось сопротивление в лесу, вот, то, значит, выплывали на первый план уже несколько иные вещи. Это листовки. Причем антисоветские листовки в Дыгане на столпах клеили еще в 59-м году. Уже два года в космос летаем с путниками. Два года до Гагарина остается. Хрущев скоро объявит, что в коммунизм через 20 лет пойдет. А здесь все еще идет вот такое. То есть, порядки вещей. Кроме всего прочего, еще и, опять же, форма пассивного сопротивления, это саботировать поставки. Ну, знаете, да, что сельское население было обязано сдавать определенную часть своей продукции, скажем так, государству. Вот. Правда, один раз вот в 46-м году таких вот приемщиков встретили плакатом. Сдача яиц от лошади, сдача масла от валов. Вот. И, в общем-то, очень часто планы не выполнялись, и они выполнялись на 10-20-30%. Вот. Делали тоже очень хитро по-своему. Приезжают уполномочиями из района по заготовкам. Вот. И накатанно напарываются на свадьбу. Как будто бы вот нечаянно свадьба. Ай-ляй-ляй, значит, кормушка там, значит, ложки там, все остальное, как полагается. Вот. А он, значит, приехал с целью. Я вас сейчас всех разорю, я потерплю сейчас, всех вот тут яйца выдавлю, там, масло там из ушей полезет и прочее. Вот. Свадьба. Подождите, подождите. Нельзя обижать невесту, нельзя жениха обижать. Видите, молодые обижаются за стол, за стол, за стол. Через полчаса он уже сам не свой. Вот. Еще через час он уже сидит в майке, значит, в пиджак висит. В чем-нибудь, да? Вот под утро что-то левое храпит в постели справа. Вот. То есть, а потом, здравствуйте, как вам стало? И что он теперь этим людям скажет? Да? Вот. Волонтерж, в общем-то, в деревне хватало, скажем так, на этот счет. А теперь он просто, ну, возьмет там где-нибудь, подпишет какую-нибудь там фигню такую нарисует. Там, да, 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 все нормально. Вот, хорошо. И вот поедет. А потом, в районе не думает, да, все подевалось по дороге. Усушка от русска, понимаете. Ухаб. Вот. Значит, опять же, ну, кроме всего прочего, были еще и местные свои, которые просто по-людски подходили к людям. Потому что, ведь действительно, выгребали по полной программе. Льно, льно, льно семя сдай. Значит, опять же, там, сено определенное количество просто сдай. Молоко и так далее. Там более десятка разновидностей того, что просто вот так вот вынес карманы. И отдай, как будто ты фокусник. Понимаете? А в итоге потом вытряхни карманы и стой вот так. Вот. И, в общем-то, местные жители иногда даже пытались, точнее, местное начальство пыталось покрывать своих жителей. Вот, например, получилось так, что, значит, получила деревня Лиликово, например, да. Вот, председатель сельсовета, ну, на его нагнули, конечно. Вот. И надо было все-таки вытряхнуть что-то из людей, вдовица. Вот. Но муж не погиб на войне, поэтому она как бы под льготой не подпадает. Женщина метнулась в сарай, вынула вилы и пошла в атаку на председателя сельсовета. А в это время как раз на эту же тему в селе присутствовал прокурор в районе. Вот. Прокурор обрадовался, там, лицом помолодел. О, сейчас посадим мы эту женщину, это же антисоветская вылазка, красота какая. Вот. И что вы думаете, значит, эта женщина чудом не убила этого председателя, потому что он там уворачивался, там эти вилы метались, там, вот так вот. Батальон вне. Вот. И, значит, а он потом прокурору говорит, даже дело заводить не буду. Как не буду. Вот. Потому что она действительно, ей нечего сдавать. Вот прокурор на это обозвал сопляком председателя сельсовета. Вот. А то вот про себя подумал, да пошел ты, в общем, да или нет. Вот. Еще одной проблемой были кулаки. Кулаков хватало. Вот. Кулаки вели себя очень нагло. Вот. Бывали случаи, когда они просто за самоконку, опять же, покупали у местных чиновников справку о том, что сын в Красной Армии, хотя он не знает даже, какого цвета в нашей армии и прочее. Или что он был в партизанах, или что-то еще. Вот. Все прекрасно знают, что у него справка купленная, но все молчат. Это вот тоже особая такая полезная форма солидарности, да. Может быть, я там и сосед терпеть его не могу, но он же подрюка свой. Понимаете? Да, ну куда ж я его сдам? Вот. А восточники, приехавшие, ничего не знают. Вот. Тоже только сидят, тихо удивляются. То же самое, примерно, было и с учетом земли. Потому что пока шла война, значит, народ земли привыкл немеренно. Вот. До середины 50-х годов эту землю еще и взымали. Причем каждый раз, значит, отчет в район. Все, все найдено. Земля колхозом пришита. Все хорошо. Все нормально. Через год. Ой, еще 700 гектаров нашлись. Вот. Понимаете, когда он говорит, как сова. Ура, хвост нашелся. Да, там. И все, я скажу. Потом, значит, да. Самый рекордный, значит, опять же, урожай, это 55-й год. 900 гектаров еще нечаянно. Так это обнаружили. Вот. Значит, ну и при этом, опять же, в 49-м году начинается коллективизация. 48-м. Дело в том, что до войны два колхоза успели создать. Ну, народ просто не успел понять, что это такое. Значит, из любопытства сделали. Или потом, наверное, разочаровались. Вот. Вообще, конечно, первое. Но, опять же, советская власть здесь не настаивала. То есть, довоенные колхозы были сугубо добровольные. И до 48-го года, в принципе, тоже давления не было. Значит, так вот, получилась интересная вещь. Дело в том, что вот туда шла в основном, как бы, ну, в основном беднота, который особо-то ничего было терять. Вот. Но с людьми-то начинали происходить просто странные метаморфозы. Вот. Крестьяне, да. Это же человек, который там встает с петухами, скажем так, ложится там еще. То есть, с него свой цикл уже из поколения в поколение выбрал. Вот. Он уже знает, что в конце марта он должен делать то-то. В седине мая он должен делать то-то. Это безусловный рефлекс. Вот. Здесь колхоз создают апрель месяц, ноль по фазе. Значит, ничего не сеют, сидят, ждут, ковыряясь в носу, извлекая полезные стопа. Значит, да. Вот. Приезжает, опять же, из района Чемнол, мне говорит, вы что, сдурели, что ли? Сек, скоро закончится. Команды не было. Да вам, что, команда, пацана. Нет, ну, только это команда. То есть, доходило до такого абсурда. Вот. Ну, и, ну, опять же, в 48-м, да, так вот, после войны никто не захотел этого счастья. В 48-м появился первый колхоз. Именно 30-летие БССР. С этим колхозом районное начальство носилось, как с родным дитем. Там, опять же, там, выбивало ему трактор, там, еще что-нибудь. Радовались успехом. Вот. Кое-какие успехи и были. При этом, причем, оплата по трудодням была замечательной. Вот тоже, кстати, вот особенность. На Востоке Белоруссии, по тебе, извините за грубо, это, значит, целый вопрос. Это же пальцосложение. Вот. А здесь, пожалуйста, значит, в день 4 килограмма крема, 8 килограмм картофеля. Мощный трудодень. Когда восточники приезжали на Запад, они проникались классовой ненавистью к нашим западным колхозникам. И вот кулачье. Вот. Тем более, что, например, опять же, были очень либеральные. Это норма содержания скотины. Нужно понимать, что на родисе изначально жил как-то более грежимиста, хозяйственно. Вот. Колхозника, значит, ну, на Востоке, например, в основном, что? Сталинская корова. Коза. Да. Две-три козы можно еще держать. Больше не было. Здесь две коровы в доме, в общем-то, не было сильно каким-то выходящим людей. Это тоже вступор вгоняло восточных этих всяких инспекторов и прочие дела. Птица без счета. Сколько есть, столько есть. Вот на Востоке были чертские нормы. То есть вот эта вот уточка уже не твоя, это государственная. А вот эта корочка еще вписывается. Потом, значит, да, до 1949 года началась уже массовая коллективизация. Почему все-таки именно вот с этого времени начинается такой мощный загон людей в колхоз? Все дело в том, что все-таки до 1948 года включительно было еще не совсем понятно, что за ситуация по ту сторону Буга. Понимаете, если бы сразу с 1945 года народ начали гнать в колхозы дубины, то можно было бы заработать что? А вдруг в Польше коммунисты не победят? А вдруг ГДР не будет никакой? И вдруг граница с Западом пройдет, вот как сейчас, да? И вдруг начнется война, так местное же население виллы достанет и начнет. Понятно, что делать? Поэтому злить никого не хотелось. Но к концу 1948 года стало понятно. В Польше коммунисты, дальше 1949 год ГДР. Мир капитализма презренный отшвырнут километров на 600, если не все 700. Вот тут уже можно как бы не бояться пятой колонны и заняться христианами вплотную. Но народ как-то не сильно, опять же, хотел. Бывали случаи драматические. Вот, например, в 1995 году ваш покорный слуга как раз был там по делам. В Бельске, это как раз Дывинский район, очень крупное село. Вот рядом новоселки, то есть тогда отвел душу, просто там полазил, поездил, поспрашивал. Благо стариков еще было много. Они уже там, видимо, перевесились бандеровщиной. Никто там в лес не зазывал. Пойдем, хлопчик, лес, я тебе что-то расскажу. Ну, и прочее такого не было. Они просто так вот, просто рассказывали, были. Ну, например, вот как получалось, председателю колхоз, председателю сельсовета, точнее, спускается Бельского указания. Не сделаешь колхоз, не нагонишь туда столько-то людей, партбилет на стол, это минимум то, что ты получишь, а дальше, возможно, тачку покатать. То есть человека ставят заведомо в ситуацию, при которой он обязан быть сволочью, потому что иначе ему и его семье кирды. А человек местный не хочет этого понимать, потому что у него своя правда, а что ли свой хутор кинут? Вот, коса на камень, вот, председатель начинает уже психовать. Вот, и вот был случай одного такого усердства, упорствующего, просто двое держат, вот, осло заточенный карандаш в нос загоняют и ломают вот так. Да, вот, другого вообще, значит, даже это не проняло, просто били-били, пока не зашел, не исхакался, кровь и не умер. Вот, тоже всякое было, вот, но при этом, опять же, это тоже, это, кстати говоря, вызвало новый всплеск частично бандформирований, народ опять побежал в лес, но этот всплеск уже был последний, почему? Потому что с колхозным строительством все источники снабжения леса хлебом оказались перекрыты. Раньше-то хутора, ничего не проконтролировавших тысячи, да, сотни, предположим. Вот, а теперь все зерно ссыпано в один амбар, часовой с винтовкой, и бандиты, вот, ну, давай попробуем. Вот, и голод просто бандитов начал с леса выгоняется. Вот, потом, значит, для того, чтобы хоть и да, при этом еще параллельно, да, как бы вот ситуацию немножечко ослабило в районе это то, что начинаются с конца 40-х годов оргноборы. Это, значит, что работа в Карельской ССР, ну, там трудовые резервы, осваивать Сибирь, Сахалин, Дальний Восток. Вот, особая, значит, ностальгию вызывают такие заманилово, как Калининградская область и Крым. Давали хату, ну, потому что татар выселили, жилья было море. И причем, представьте, значит, да, приходит документ, а лупка, ну, кто хоть раз был в Крыму знает, что это такое, да, дом 20 метров от моря, приезжайте. Сейчас бы народ бы дыру пробил просто там в границе, там, снес бы Макран, они бы там в удивлении валялись где-то там в лесу, пуганные такие, да, там человек уже сидит 20 метров от моря. А тогда это же рев был, рыдание, никто не хочет брать. Вот. Кому-то потом силой всучили, чуть ли не кулак под нос, гадюка, поедешь, иначе поедешь в Сибирь. Хорошо. И все. То есть, замечательное время. Вот. Так вот, опять же, так вот что получалось? Это то, что, как бы, у председателей колхозов, предсельсоветов появилась очень хорошая форма, ну, как бы, повернуться от очередного щелчка властей. Каким образом? Например, вот спускается план, предположим, на район, там, 100 семей в колхоз, на сельсовет, условно говоря, да, и еще 50 семей на стройки социализма в Сибирь, там, Казахстан, куда-нибудь еще, в чертой на куличке, да. Что делает председатель колхоза? Ну, в принципе, в колхоз-то он, может, и завонит вот этих беднотут, там, еще что-то, ну, вот, в Карелию, точняк, никто не поедет. И вот тогда он делает как? Вызывает к себе проблемного мужичка и говорит, мужик, так сложились планеты на сегодняшний день, у тебя два варианта событий оказаться в Сибири. Вот. То же ты попадешь туда, это однозначная вещь, но тут как? Либо ты сейчас полезешь в известное место и начнешь там соорудиться, да, и поедешь ты в известном дощатом вагоне Столыпинском, да, с поражением в правах, вот, будешь жить в бараке, катать тачку, единственный плюс, воздух настойный на соснах, кедровых шишках, вот, и все остальное. Но при этом ты никто, лет на 20, вот так, условно говоря. Есть вариант номер два. Ты сейчас подписываешь документ, что ты советский человек, по велению души и сердца едешь поднимать Сибирь и всякую другую попу там, которая там есть в той стороне, вот, но ты теперь уважаемый человек, потому что ты теперь государственная личность, вот, тебе дают подъемные, тебе дают средства на обзаведение домом, ты едешь туда, вокруг тебя водят хороводы сибиряки, и ты вот такой дядька. Понятно, да? Вот. И поэтому, значит, ну, так, нехитро прикинув варианты, не очень разнообразные, значит, ну, мужик придумает, ну, наверное, вариант номер два как-то вот предпочтительней. Едет, председатель тихо крестится. Почему? Слава тебе, Господи. Мужик выбыл из статистики, его тут нету. Вот, председатель выполнил свое задание, то есть он отправил человека, черт, ну, ага, причем официально, подоправленно. Вот. А все те, кто увидели, как мужик уехал, подумали, не, я, наверное, в колхоз пойду. То есть и молки сыты, и овцы целы, в общем-то, всем хорошо, всем весело. Затем, соответственно, до конца 50-х годов в районе сохранялись еще и геналичники. Ну, это те, которые не сильно выпендривались, а в основном еще геналичники, которые были фронтовиками, скажем так, то есть от них государство отставало, потому что он показывал, вот видал, где я был, попробую возьми меня за две копейки. Вот. И надо сказать, что вот наличие геналичника, вот, оно в какой-то мере уже в 50-е годы тоже оздоравливало немножко ситуацию. Почему? Потому что дурь очередную, типа кукурузы, да, вот, ну, как-то вот здесь она не сильно покатит. Почему? Потому что геналичник, ему плевать на то, что там главный кукурузник страны что-то там затеял, непонятно, он будет садить бургу, картошку и все остальное. Кукурузники посмотрели, потом на председателя. Знаешь, куда вот я эту кукурузу сейчас? И все. И, значит, ну, делали, опять же, вот я уже рассказывал это когда-то, вот, когда мы еще, ну, студентам рассказывал, значит, да, вот, что делали партизанские командиры. Это же виртуозы, это же вообще монстры рока, понимаете? То есть это такие замечательные ребята, это такое счастье было, когда они были без власти. Вот, делали как, пришла эта кукуруза, все засадить по полной программе. Про себя подумали, фиг тебе. Вот, значит, вдоль дороги высаживают метров на 20 кукурузищу, причем такую, там, не пожалели, там, опять же, фекалий коровьих, там, еще что-то, чтобы выросло. Чем выше, тем лучше, чтобы ни один проверяющий, как он не подпрыгивал, ничего не поймет. Знаете, вот, значит, да, причем сажают в рассыпку, не полосками, потому что там можно посмотреть, что там дальше, да, значит, а здесь Вьетнам, Джангус, такие, вот. Значит, ну и что, едет припровеляющий какой-нибудь там Минский, но вот Минские тоже были в курсе, они просто делали вид, что ничего не знают. Кирилл Трофимович Мазуров был мудрый человек, вот, значит, но все равно Москва. Едет и наслаждаются. Ах, какие замечательные кукурузы на этом угодье, ах, все хорошо, молодцы белорусы. Вот, приходят пора, значит, понятно, жатвы, весь Союз сидит в известном месте, вот, Белорусы, а потому что за кукурузой пульмашка, брачок свой не... Разведки никто не везет. Вот, значит, белорусы подозрительно сытые такие сидят, баркастые такие, да, тут еще блестит. Маскар удивляется, что такое, что вы такие толстые? С голоду пухня! И все. То есть, вот, понимаете, да, вот, то есть, как бы мелочь, кажется, но, тем не менее, вот, можно было как-то обходить эти вещи. Кроме всего прочего, большой проблемой власти была еще и религиозная ситуация. Народ был очень наборный. Вот, ну, во-первых, очень много баптистов. Руховичи, Хадыни, Чепельска, это были вообще по-баптистские угодья. Вот туда советская власть даже не совалась. Сильно вредная. Вот, а вот с православными, значит, было вообще своеобразно. Дело в том, что вот, ну, во время войны, как бы, Сталин повелился с церковью, и какое-то время был такой краткий медовый месяц. Вот, причем, представьте, вот абсурдность документов. Значит, 9 мая 45-го года, зав. отделом агитации и пропаганды райкома по телефону звонит ВОСовский сельсовет. И интересуется, в тамошней церкви отслужили молебен в честь победы? Там удивились, говорят, да у нас попа нет. За попом под воду, чтоб сегодня бастро провел молебен. Вот. Чего этот поп отказался, говорит, что я туда поеду? Ну, ответ, если не поедете на молебен, ответите перед советской властью партии. То есть, ну, вот, потом, спустя 10 лет, это можно было бы показывать человеку, который что-то покурил такое, очень странно. Вот. Значит, ну, правда, потом постепенно, как бы, вот это все начало уходить. Вот, начали срывать это все. Значит, к концу 59-го года, значит, была развернута по всей стране антицерковная истерика. Вот. Дывинский район на это ответил просто. А пошли вы. Вот. Представьте, значит, да, вот опять же, 59-6, значит, 58-59 год. Везде церкви закрывают, попов растригают вообще, значит, гипс снимают, снимают клиенту и жают. Так вот, в 10 церквях района по 2 богослужения в неделю. Вот. Значит, всего за год приходилось до 4 миллионов человекопосещений церкви. Партийно-советские мероприятия отдыхают. Прямо не стоит. Можно здесь сказать еще и так, что вот. Надо было еще советской власти думать и о такой категории населения, как женщины. Ну, после войны убыль мужиков была конкретной. Вот. Их начали потихонечку привлекать к руководящим каким-то органам и прочее. Но поначалу случилось, что они были дремучие, девственные, как амазонский лес. Вот. То есть надо было сначала хотя бы объяснить, что земля, она не плоская. И до края дойдешь, там нет хвоста. Черебахи. Вот. И поэтому, что для женщин по линии райкома и райисполкома начинается очень мощная такая накрутка. Такая мозгов. Лекции постоянные какие-то и прочее. Причем женщины с удовольствием ходили. Почему? Им разрешали вязать в это время. Ну, там еще один голоседитель, значит, вяжет чего-нибудь по носочке, да, какие-то. И заодно и слушает, что земля круглая, надо же. Так что ты только не узнаешь, значит, да. Вот. Затем, соответственно, значит, да, вот, ну и... Но, тем не менее, поднять местных женщин до вершин передовой теории Маркса Энгельса не совсем получилось. Дело в том, что, как правило, выходило это как? Если вдруг какой-то... Их пытались нам организовать на партийно-политические мероприятия. Но если вдруг в этот день шла служба в церкви, мероприятие, нафиг. Вот. То есть остается унылый лектор, графин, пушка и пустое помещение. Значит, был один случай, даже так вот одноместная заявила, иди к Лешему, мне на богомодье надо. Вот и все. Вот. Но была еще одна проблема гендерного происхождения, это жены руководящих работников. Как правило, приезжих, не местных. Вот. Как правило же, ну, женщины с не очень высоким уровнем IQ. Образование, да и воспитание. Вот. Они просто откровенно дурили от власти над своими мужьями венсоносными. Мой муж в райкоме, мой муж в райсполкоме. Вот. А понятно, что, значит, что это такое, баба при вас на мужа, извините за такую вещь. Это сказка «Рыбаки и рыбки только на советский ватт». Вот. Мужу в режиме бензопилы мозги пропиливаются. Вот, да, всяк мужья, как мужья, там. Вот. А ты такой-сякой, значит, и понятно, что он, значит, уже там выбергиваешь топор из мозга, начинает либо красть, предположим, там, либо использовать служебное положение, там, как-то, ну, свинячить. А потом за это же и влипает. Вот. И в итоге кто виноват? Ну, его бесхарактерность, но еще и, извините, понятно, о чем речь. Вот. Поэтому, кстати говоря, иногда это и было оправданием их систематических избиений. Вот. Это единственный способ был как-то намекнуть ей, что она вот сегодня чуть-чуть погодит. Своих претензий. Значит, ну, и, значит, ну, про это уже не надо, про это не надо, значит, ну, ну, в общем-то, здесь можно сказать только так, что в конечном итоге, когда вот, вот до сих пор Девинский район, как бы считается, в связях исторически, как вот пример такого-какого-то негатива, что вот именно из-за этого его в 59-м году расформировали, вот, Ковринскому району пристегнули. На самом деле, вы знаете, если честно, вот, как ни странно, вот эти все люди даже симпатию вызывают. При всем своем пьянстве и прочее. А знаете, почему? Потому что они хоть этого не скрывали. Вот вы зайдите в архив и посмотрите эти же, этот же период, Малоритский район, паскудники какие там сидели, или Ивановский. Ведь там же точно то же самое. Вот, убийство за убийством, там пальба в лесу, нос не высунешь, отстрелят, да? А на процобраниях хиш, блажь, благодать. Ой, как все у нас замечательно. Эти, хоть, по крайней мере, не врали. Понимаете? Вот поэтому, говорю, что к ним можно относиться по-разному, Ну, это все-таки, ну и мужики, мужики. 70 лет прошло, но все равно вот где-то там. Вот. И, значит, опять же, власти менялись туда-сюда, а Полишук остался, Дывинский. Он такой спокойный, нормальный. Перебить его невозможно с его светольным самогоном. Вот. Вот. Очередную прибыль очередной власти он воспримет философски, опять же, залезя в карманы, сконструируя что-то. Вот. Но при этом кабан будет хрукать. Вот. Опять же, бульба будет расти. Вот. И слава Богу. Потому что вот на этих, на этом Полишуке, по сути, вечно наш регион и держится. Он наш кормилец. Хоть он и хитроватый немножко, хоть он бывает иногда так режимистый, иногда, может быть, не сильно воспитанный в чем-то, но других нету. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, может быть, есть какие-то вопросы. Или уже у вас окончательно уже долгало, что проводили выпуски. Поэтому, наверное, да. А если можно свернуть, что вот до 48-го в виде года кабиневойска, в принципе, Советская УЛАНа, можно сказать, в сельских районах подали от таких городов веростей, в принципе, бы и не утромалась? В принципе, до 47-го года включительно, без поддержки армейских частей, силовых структур, конечно же, вряд ли. Но дело в том, что было бы ли это хорошо, непонятно, потому что, если бы, предположим, не было этого, то здесь бы началась такая драка ОУН с одной стороны, АК с другой стороны, отношения между ними были, в общем-то, еще те, бульбовцы, резали бы и тех и других. Вот, то есть, в общем-то, вот эта катавасия, она могла бы рисковать затянуться на очень долгое время. И не факт, что населению бы это понравилось. То есть, началось бы какое-то возможность стихийное создание там отрядов самообороны каких-либо, потому что люди просто уставали от этого. Вот, вот представьте, такой реальный факт. Вот тоже, кстати, ну, наши студенты знают об этом, уже выпускники. Вот представьте, такая вещь. Вот как можно было в подобной ситуации сохранить здравый рассудок, да, и не желать хоть какой-то власти, которая, наконец-то, одна. Вот, а таковая все-таки была советская. Ну, потому что другой просто не было. Вот, это нам в Малорийском районе рассказывал дед один. Вот мы тогда были на практике в 95-м году. Ну, и вот там наши студенты там сунули ему в рот диктофон, он там добросовестно спел, сплесал, в общем-то, да, все как полагается, афтографическая экспедиция. Вот, ну, потом сели подводить итоги творческие, он там залез там, понятно, закрома своей. Вот, ну, и там, значит, ребята у него спрашивают, ну, а как во время войны, вот, ну, дедушка здесь был, вот, вот, где-то ставил в сторону, таковая, и так ясно-ясно посмотрел на человека, у меня жутко стало. А ты знаешь, хлопчик я был. Вот, например, что в лесах орудует Малоринский район, ну, целый паноптику, да, и вот так, немцы из села драпанули вечером, то есть вечером власть в Ятконках, условно говоря, все, никого нет. Вот, утром приедут, потом разбираться. А эти в Малоринке сидят там. Значит, Тукту, Хату, Пиких, значит, это мы красные партизаны, хлеб Пиких, причем эти ситуации повторяются очень часто, то есть они просто в разных, это самое, А может быть вместо Б, В, вместо Б, но ситуация одна и та же. Пиких лет, значит, потому что, а у него, значит, жена, куча детей, вот, в голове понятно, что я уже рассказывал, в силу возраста он не такой несоветский человек, он просто подместный, тут ишь, и все. Ну, ничего не надо, у него вот эти дети есть, да, и вот, значит, если не испечет хлеб, сейчас детей поставят. Вот, мужикам все, в лесу тоже кушать надо, они с немцами ворюют. Печет, через два часа туки-туки, кто в тереме живет, бандеровцы мы, с немцами смагаемося, хлеб пеки, вот, а кому же пек? Хочнюкам, ну, пеки, взяли хлеб и в ухо ему, это тебе за хочнюков. Туки-туки, а для Краева кушать хотим, вот, хлеб пеки, это тебе за бандеру, это тебе за товарища Сталина, с краюхой ушли. Тук-тук, в пятом часу утра, это мы бульбовцы, а мы тебе просто так в морг дадим, еще заберем самовонку, там, о, что в чугуне, ну, давай сюда, вот, скажи спасибо, что бабу твою не тронули еще, значит, и все. Утром приезжают немцы, Бутин Морген, да, и он теперь от них по шее, и за тех, и за других, и за пятых, и так далее. Он говорил, несколько раз была ситуация, ну, просто хотелось пойти, повеситься просто в сарае, ничего уже не надо, вот, но сдерживало только то, что, да, вот жену с детьми кормить-то будет, да, потому что, ну, никуда. Вот, то есть, вот, понимаете, вот такие ситуации, они говорят о том, что, да, в общем-то, власть, конечно, держалась очень на тонкой, вот этой миточке, как бы, но, в общем-то, поскольку другая не могла ничего предложить, кроме, опять же, борьбы и истребления, противоположного, значит, опять же, контингента, вот, то, в общем-то, ну, так история просто не дала другого варианта, так скажем, не знаю, я ответил на вопрос или не очень, как-то сложно. Вот, в те времена, еще имирация не прошла, так, скажите, меняется хозяйственная деятельность человека, ну, вот, сейчас и тогда, по разнице. Баховная площадь действовала больше, конечно, работа приедала в оси. Дальше это хорошо, на хуторе сидит себе человек, рыбу ловит, а теперь, там, где рыбу ловил, теперь уже речка растет. Вот, это тоже, кстати, немножко вот прибивает человека, у него слишком много времени отнимает сельскохозяйственный цикл, да, и поэтому уже меньше, как бы, вот, возможности, там, сбегать в лес, там, пострелять человеку, так, то есть уже тоже, вот, ну, а, как бы, вот, вот, например, вот в таких вещах, да, приходится вообще тщательно умалчивать фамилии, да, фамилии больше сотни, но их нельзя говорить по одной причине, ведь у этих людей остались потомки, вот, и они все живут, они никуда не подевались, да, вот, и вполне возможно, что потомки очень достойные люди, то есть, как-то, да, им было бы не совсем так бы удобно знать, вот, что его там дедуля, значит, выкаблучивал, скажем так, да, там, чебучий был здесь, вот, и прочее, вот, такого очень много, кстати, вот, были даже случаи, когда, например, вот, ситуация, когда, вот, в одном и том же колхозе, да, реально, вот, это, это еще где-то 70-е годы, значит, один парень, вот, у него дед был в банде, а другой парень, такой, висит себя, ну, и он такой, висит какой-то, вредноватый, такой, для власти, да, вот, а второй, наоборот, комсомолист, просто, вот, ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту, если бы не знать только одного факта, которого они знали, ни тот, ни другой, дед комсомольца, был бандера, такой, что дальше некуда, и причем, убил, деда, вот, этого, вот, который сейчас антисоветский, вот, но, это берегли, то есть, они как-то выросли, успели вырасти, даже не узнав, вот, 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 какой-то, И потом один уехал за пределы республики и прочее. Тоже так своеобразно. Скажите, пожалуйста, а вот была такая банда, черный кот называлась. А они не здесь были. Это Волковыск, вот туда, в ту сторону. Они сюда же бирались, потому что они что-то и в кокре не прикрепляли. Ну, это, честно говоря, то, что они могли действовать в Полесье, это очень такой факт скользкий. Почему? Потому что у них здесь своей социальной базы, как бы, не было. В основном, отогрудницы. Вот, то есть, от Азума. Они, кстати, очень серьезно не были здесь. Их однозначно не было здесь. Ну, потому что это, да, это не их игровое поле, как вы говорите. То есть, они сидели по своим хуторам, грубо говоря, где... Где большая поддержка. Так же, например, вот армия района. То есть, вот здесь как раз ее было немного, совсем немного. И упоминание о ней вообще после 45-го года где-то даже... Так, где-то ритуальные есть заклинания, что припах там, со хвостем там, белопанским там, что-то еще. Вот каких-то вот именно фактов и терактов именно, да, то, может быть, просто они где-то закрыты. На Гроничине, наоборот, там сплошное АК, и понятно, что с Бандерой там мало кто знался и прочее. Еще один вопрос. Короткий. Граница была с Польшей закрыта или можно было перебежать, перебегали поляки, в том числе? Она была вообще-то, нет, конечно, закрыта. Граница была на Зонке, но у нас ведь всегда, чем больше Зонков на границе, тем больше дыр. Тем более, что там была вообще экзотическая ситуация, знаете, вот, это же официально вот известно о том, что в 45-м году в августе Советский Союз передал полякам Белосток, да? Вот. Довольно здоровенная территория, довольно обидно. Один раз даже с польским профессором поцапался на эту тему, потому что, с его точки зрения, я оказался великоузский шаминист. Это потому, что я назвал это грабежом белорусской территории. Вот логика как-то не усматривается. Да, был бы белорусским шаминистом, хотя уж чего-чего, но никогда в жизни. Вот. Так вот, к чему? К тому, что, ну, как бы, вот это официальные связцы такие, но реально-то, оказывается, Белосток отдали годом раньше сразу по освобождению. У нас в архиве есть интересная бумажка такая, датирована 2 августа 1944 года. Вот только 4 дня назад освобожден Брест, ВСК дальше. Значит, называется так, инструкция с председателем сельсоветов, значит, партийным советским хозяйственным работником, находящимся в зоне, которая отходит к Польше. То есть Советский Союз еще ничего не знает? Верховный Совет БССР тоже ничего не знает? Натальевич, кстати, предпрезидиума Верховного Совета узнала передачи Белостока вообще из каких-то левых источников, не напрямую. Так вот, что получилось? Тут же моментально строится эта граница, но насколько она вот была обустроена, я не знаю. Честно признаюсь. А старую границу можно оставить. Сказать, я поляк. А нет, так для этого проще было. Человек записывался в Поляки и по программе в 1944 году достигнуто было соглашение, по которому, значит, поляки переселялись репатриантов в Польшу, белорусы сюда. Ну, понятно, что туда умотало больше, потому что там еще Сталином как-то не пахло в 1945 году и подумали, что это есть возможность туда уйти. И поэтому все, у кого фамилия на Овский, Евский, вот они писали, я поляк, все. То есть, хотя он там белорус трижды и все остальное, но наши там не заморачивались. Овский, ну, хорошо, давай. Вот. То есть, можно было вот так. Копытая к тому, что Белосток оказался вот целый год как в аквариуме своеобразном. Граница 1939 года восстановлена, пограничник с собакой ходит. Затем, значит, вот тут я уже, честно говоря, не очень хорошо, вычерк, представляю себя, потому что никаких документов особых нет. Вроде как уже новая граница действует, и здесь пограничник с собакой, и Белосток такой недоуменный. Вот, да, то есть, а я где? Потому что даже вот мы разговаривали с польским одним коллегой, он написал мощную такую книжку по истории Белосточины, такой хороший улесистый кирпич, вот. Но про события примерно август 44, август 45 вообще ничего не было. Я у него спрашиваю, ну, вы же там могли бы стариков хотя бы спросить. Вот этот аквариум действительно существовал или нет? А мне это не надо. Нам так, например, надо, нам интересно. Вот, но нас в Белосток не часто пускают, чтобы дедов что-то поспрашивать. А так, программа репатриации была действительно. Имущество, вот, хаты все эти, они переходили в государство, наделяли обычно хогорийцев, как правило, да, там или кто-то из восточников мог приехать. Вот. Ну, такая очень хорошая книжанца, она, правда, очень маленьким тиражом издана. Шумский, советизация западной Беларуси. Она была на польском языке, а теперь ее перемен на белорусский. Вот там есть много таких достаточно любопытных факторов. Хотя, если честно, он иногда кое-что потырил, там. Не будем говорить у кого, а вот, но тем не менее, кое-что спер. Но тем не менее спер хорошо, то есть никаких обид, потому что он очень творчески переработал. Книжка очень хорошая. Ну, у него ссылок там, к сожалению, нет. На некоторые вещи, да. Не на некоторые, но вообще практически нет. И признать ее научной работой, это сложно, это научно-то угрозное. Да, ну, это, потому что в основные издали, да. И биографические, и архивные, это... Ну, как читать, это просто интересное. Хотя в основном от них есть. Много, да, вот этих фартов каких-то, таких вот любопытных. Вот. Но сам Тон Гродненский, поэтому, конечно, Гродненский-то архив, он мог бы и пошерстить, кто подумал. Там есть о чем-то говорить. В основном материалы-то из Брестского архива, но... Да, здесь только Брестский. Потому что ДН больше не денег, но будет существовать. Погодные там свои, как бы, да, вот вещи. Вот украинцев свои, там, замарок, замарок, это всякие. Вот здесь вот здесь. И то еще там столько всего, боже мой. Это только если это будет. Такой вопрос. Что нужно, чтобы получить доступ к архиву? Есть ли какие-то специальные разрешения? Ну, нужно, конечно, да, разрешение своего руководства, там, где вы работаете. Там, предположим, такой-то Х, предположим, «Игрик» направляется для роддов. Просим разрешить работать с ходами вашего архива для какой-то темы. Но нужно, как бы, обосновать. То есть, красиво написать. То есть, физическая лицо Х хочет поинтересоваться такой? Почему нет? Да. Вот сейчас, например, да, вот на прошлой неделе два таких сидела вот рядом. Ну, так, не имею в виду в читальном зале. И одной вечно звонил мобильник. Она никак не могла его выключить. Он приводил в ярость всех уже, там чисто учиться. Нет, вполне. И очень много интересных в этом деле. Там есть путеводитель, он очень хорошо структурирован. Вот если знать польский язык, то польский фонд вообще шикарный. Знать украинский, немецкий, оккупационка вообще раз чудесно. Очень хорошо. Кто бы знал еврейский, это до потолка еврейские газеты, которые никто почитать не может. Мы же на иероглифах этих сувенок, что это на чем-то будет. Сибирьский. А можно еще вопрос? Рассказывали о таком хитром, прижимистом отношении, ну, экономических отношениях между немецкой и советской власти в берегу местной оккупации. А что, чтобы... Ну, с немцами просто сложнее было работать, потому что у них методы убеждения были такие более специфические, такие радикальные. А тут все-таки, как бы, власть позиционирует себя как своя, поэтому ей, как бы, ну, так снять не очень удобно. Ну, поэтому... Да и иногда и немцы помудрялись тоже при помощи самогона приводить газообразное состояние. Всякое бывало. Просто не с такой интенсивностью, как это могло бы быть, вот, касается к власти. Скажите, а насколько критично в объеке историк вы ставитесь от этих документов, которые писали, писались от 3 годы советской власти в Тюмин-Девинске на районе односнодействие националистическое формование? Насколько вовремя это националистичный фактор? Мне так подойдет, чтобы вы рассказывали, он больше националистичный, а, антисоветский все-таки был. Национальный, я бы сказал, фактор... Нет, мы просто здесь не рассматривали бы эту... Ну, возьмем. А я хотел бы акцентовать на чем. Ну, вот, мне довелось обознаемиться с документами, сборных документов ОУ в банной территории Беларуси, и так встретил Мельчакана на себе прозвища одного знакомого. И он был в товарищу репрессионных, или подобной особой, и ведут его сына, я еще живу, и поважанный человек. Оказалось, и он был... Я видел его историю репрессий, он как-то еще раз. Оказалось, об этих документах советских он проходит, как посильный, который связывал местную бандеровскую сетку, аж, ну, с посольством Америки у Москвы. Ага, да, есть есть такое. И это подается вот, ну, в этом сборном документах, я как бы, без комментариев. Ну, мне так это... Я не человековский, ну, доведом, а так это, ну... Я так понимаю, что мы, это будет напружено в те перешние часы, такие рэши от Ильмы, коллеги, без комментариев, не имело места, я обедаю у него с этого человека, он просто с оправдой хотел съехать в Америку, да и к тому, у него там, в связи с посольством Америки реальное, и паспорт у него был, не на Америке, так само. Но это одна история. Другая история, связанная с коллективизацией, как раз 1948-1949 год, это история моих страйков, скажем так, когда и прописывали, ну, там, все, что там угодно, и подкидывали документы, и потом оказывается, что вот тот человек развивал бурню и антисоветскую деятельность. Хотя на самом деле, справедливо было, чтобы баба побила бабу, за то, что, да, я там, колгахница хотела зацернуть колгас. Насколько вы, как историк, критично ставьте себе можете быть, адрознен, где, скажем так, фальш, где выписки, что было, что не было, как историкам могли до этого ставить, задавить вам? Тут надо ставить документы, конечно. Дело в том, что очень часто, действительно, в те годы, и не только в те годы, еще и потом, могли человеку решить политику там, где политики не было в принципе. То есть это типичный способ как бы человека вывести из игры, потому что за политику человек зарабатывает гораздо увесистее, чем простой криминал или что-то еще. Но дело в том, что есть вещи, которые можно просто сравнивать. То есть, например, условно говоря, есть какое-то одно дело, и вот говорится, что человек там посажен за антисоветскую деятельность, но при этом там кого-то упер корову, ну условно говоря, и подумаешь, это, наверное, за корову-то его. А потом раз с другого ракурса, предположим, это было собрание партийное, а тут собрание местного сельсовета. И там говорится о том, что он реально, значит, ну как там на советскую власть, да, ну а корову действительно упер, но говорил тоже всякий, там пущал пропаганды, условно говоря. Так что вот, и вот это вот, сравнить два документа, все получается как бы то. Есть еще другие вещи тоже, например, вот отдельные дела, они как бы с грифом до, ну допуск ограничен. То есть эти документы можно почитать, но на них нельзя ссылаться и нигде не использовать. Кстати, тоже загадочная вещь, это называется на тебе конфетку, иди с какой-то почет, да, и положите его в карман тут же. То есть зачем же тогда документ, с которым нельзя ничего сделать? Вот. Но при этом, например, вот это в райкомовском каком-то там фонде, но ты берешь фонд райисполкома, и вот это же самое, вы знаете, если когда-то будете в нашем архиве, то, по сути, там есть такие чудеса. Вот, значит, да, вот, до ДО, и параллельно другое дело, и вы видите совсем другие вещи. О, так вот этот человек во всех цветах и красках. Вот, то есть, где-то там цель, или наоборот, где-то в райисполкоме, о человеке только так, мазком, легким штрихом, а вот в партийном, и вот там так хорошо расплескали, то есть совершенно все по-другому. И, причем, там уже не ДО, то есть, вот этот же факт, который почему-то по одному фонду проходит, как допуск ограничен, а вот здесь, читай, не хочу, ссылайся, сколько хочешь. Вот, то есть, ну, это есть такие вот хитрые, вот такие механика, но, по большому счету, на самом деле, вот, что действительно недоступно, это, если это особая папка. Вот тут, все, это увидеть, как свое собственное уши, вот, даже если увидеть, то скорее всего не сослался. Потому что войсковые операции были серьезные, вот они все закрыты, вот, не так уж их и много, но тем не менее, кое-что было бы интересно, конечно, глянули, что это особенно до Белозерска, пальба, конечно, была страшная. И так вот подумать, вот приехал человек, предположим, значит, опять же, деться из Москвы, там, из Петербурга, из Ленинграда тогдашнего, да, он бы попал бы на совершенно другую планету, потому что везде вроде как советская власть, все радуются, а здесь совсем все как-то иначе. Удивительные, конечно, и дела. И вот во многом, конечно, поэтому до сих пор вот западная Беларусь, она как-то даже иногда для восточников, она, ну, их втыкает иногда просто в угол, они не могут понять, о чем верят. Вот была даже ситуация, один там, не буду говорить, науковец, с раздражением сказал, как в другую страну приехал. Другая психология. она не лучше, не хуже, она просто другая. И вот это очень хорошо, то есть у нас есть, по ее что-то, ну, такое-то, мы свои и что-то. чем-то отличаются. Вот, ну, наверное, ваше внимание уже слишком позовно прикреплено. Спасибо. 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 Спасибо.